Ну, вообще, должна быть, конечно, стена. Нужно научиться ставить стену между работой и личной жизнью, отношению с близкими людьми. Значит, когда вы находитесь на работе, вы находитесь на войне, война не обязательно драматична, кровь и это, но это как бы вы ушли на охоту, вы же там чего-то зарабатываете, вы там что-то, до чем-то охотитесь, вы там это делаете зачем-то, да? То есть, условно говоря, это вот ваша активность за той стороны стены. Когда вы возвращаетесь домой, значит, у вас начинается ваша жизнь по этой части стены. И это на самом деле, в каком смысле, две разные жизни. Вот, значит, эту стену надо внутренне проводить. Но, понимаете, вот я работал психиатром. У меня от моей психиатрической больницы до моего дома было 15 минут пешком. Я специально купил квартиру 15-минутной ходьбы. По соседству жил Иван Петрович Павлов, и сто лет до меня он ходил по этой же дорожке, по этой же набережной в эту же больницу проводить свои клинические полоски и среды. Вот, 15 минут ходьбы. И, ну вот, я пришел, я работал на отделении с суицидентами, с женщинами, пережившими сексуальное насилие, с жертвами ограблений, тем, кто выжил в результате каких-то антропогенных катастрофов и так далее. Кризис-то отделение со всеми его, как бы со всей пестротой этого многообразия жизни, как бы узконаправленных несчастья. Вот, и с гибелью близких, детей там и так далее. Вот, и вот у меня есть такая работа. Вот, и потом 15 минут, и я оказываюсь дома. Вот, вот что такое эти 15 минут, да? Эти 15 минут, когда ты идешь и оставляешь свою работу позади, потому что ты приходишь домой, и здесь есть человек, который нуждается в тебе, в твоем тепле, в твоей поддержке. И ты нуждаешься. Если ты принесешь весь ворох негатива, который ты скопил на работу, в дом, ты отравишь атмосферу в доме. А в дом ты приходишь для того, чтобы получить поддержку. Но не получится это поддержку, если ты принесешь туда огонь, взрывы и прочую какую-то галиматью. Поэтому это наша собственная внутренняя ответственность, распределение вот этого напряжения, которое было по ту сторону, когда вы ходили на войну, и дома, когда вы приходите для того, чтобы решить другие вопросы, других потребностей, о чем мы с вами сегодня говорили. Поэтому эта стена, с точки зрения эмоций, с точки зрения вот этого внутреннего, она должна быть нами построена, для того, чтобы близкие люди не страдали от наших пережитых военных травм. Если вы уже собрались работать, будьте готовы к тому, что будет непросто. Никто же не будет платить деньги за то, что вы получаете удовольствие. Это, конечно, было бы очень красиво, но обычно приходится платить кому-то, чтобы получать удовольствие. Вы как обычно выступаете. Поэтому я бы здесь ничего не путал. Работа предполагает стресс. Это нормально. Она предполагает напряжение, конфликты и так далее. Другое дело, что нужно учиться все это преодолевать, разрешать и так далее. Но все равно без этого вы не обойдетесь. Это будет. Поэтому строите стену. Воюя, воюйте, а приходя домой, умейте проводить это увольнение с радостью для себя и других.